20 июля исполняется ровно год с момента создания общероссийской детско-молодежной организации «Движение первых», которая появилась при поддержке президента России Владимира Путина в 2022 году. Местные отделения «Движение первых» есть практически в каждом уголке России, в том числе и в Кашхабльском районе, а в каждой школе – первичные отделения. Один из проектов «Движение первых» называется «Классные встречи». Он направлен на общение школьников с интересными людьми. Активисты района вчера встретились с первым заместителем главы района Русланом Ямыковым. «Движение первых» – это общероссийская общественно-государственная организация «Движение детей и молодежи». То есть она направлена на то, чтобы развивать молодежь, чтобы она не сидела на месте, развивалась, двигалась. Наша встреча посвящена дню рождения «Движения первых», то есть в прошлом году, 22 июля, было учредительное собрание, где было учреждено наше движение, и 18 декабря 2022 года был подписан закон о российском движении детей и молодежи. То есть сегодняшняя встреча – это классная встреча, посвящена дню рождения, как я сказала. И наша встреча проходит с важным гостем. Это заместитель главы муниципального образования Кашхабльский район с Ямыковым Русланом Зорубевичем. Много чего интересного рассказывают. Молодежь задает, активисты Кашхабльского района задают много вопросов. Они интересуются, инициативу проявляют. Мы очень рады этому, что молодежи реально интересуются нашим движением. И более подробно все можно узнать на наших сайтах. Все будем оставлять, все будем организовывать. Встреча прошла в Центральной модельной библиотеке. Руслан Ямыков вкратце рассказал о своей жизни, о том, кем он мечтал стать в детстве. После интересного рассказа он выслушал вопросы детей. Один из вопросов – как стать успешным? Первый заместитель главы района ответил на него так. Чтобы стать успешным человеком, какими качествами нужно обладать? Всегда, всегда необходимы в первую очередь желания. Если более научным языком говорить, не научным, а практическим языком, в первую очередь нужна цель. Если вы четко ее перед собой поставите, например, приобрести какую-то профессию, самый простой пример. И к этой цели необходимо будет подбирать инструменты, средства. Я имею в виду, средства – это знания, это не про деньги я говорю ни в коем случае. Знания, занятия, дополнительные занятия, книги. Вот для достижения этой цели вы подбираете себе ступеньки. Начинаете по ним подниматься, читать книжки, участвовать в общественной жизни, что-то новое узнавать. Когда вы достигаете этой цели, ставите себе другую. Поднимаясь по этим ступенькам, вы обязательно станете успешным. Ребята задали много вопросов Руслану Заурбевичу, на которые он с удовольствием ответил. В завершении встречи к молодежи обратилась начальник управления образования Асиат Берзегова. «Центры детских инициатив своих видели? Не успели еще. Но вот вы вернетесь 1 сентября в школу, у вас у всех замечательные центры в каждой школе, где вы будете реализовывать все свои идеи, все свои задачи, цели. И вот кто-то задавал вопрос, какая поддержка молодежи оказывается в районе, да? В будущем. Будущие учтия есть среди вас? Да. Это замечательно. У нас великолепная поддержка в районе, и я не ошибусь, если скажу, только у нас. Есть программа, которая поддерживает в течение учебы. Но не стипендия ежемесячная, а буквально хорошая поддержка в течение года. Ежегодно вот то, что нужно студенту, студент получает от администрации муниципального образования. То есть вас поддерживают, вас направляют, вас доводят до выпуска. А потом еще, когда вы возвращаетесь в школу в лице первых молодых учителей, прекрасная поддержка тоже, 300 тысяч подъемные. Ни у кого нет, я вам сразу говорю. Потом оплата съемного жилья, коммунальные услуги. Поэтому, ну, хочу воспользоваться сегодняшним днем и как можно больше на образование перетянуть из вас. Вы будете первыми всегда, будьте уверены. Если вы будете учителями, уж точно вы во всем будете и обязаны будете быть первыми всегда и во всем. И за собой не только 2-3 человека поведете, а целые поколения. Желаю всем успеха.